Сотрудник ЖЭКа поблагодарил наоборот строителей, вернее хозяина этого навеса и сказал, какие вы молодцы, вы поставили, теперь не будут падать сосульки и теперь люди не будут жаловаться. И теперь это не будет опасно для жизни проходящих людей. На что мы сказали, что люди там и так не проходят, там стоят машины. Ко мне обратили жильцы 3 недели назад и сказали, что узнали из слов других жильцов, что два собственника в нашем доме собираются построить навес. Навес для своих автомобилей, которые они паркуют возле второго подъезда. По уставу ОСМД Горький парк, прежде всего, чем что-либо сделать, надо, чтобы общим собранием мы получили согласие большинства собственников. Учитывая эту ситуацию, собственники собрали подписи, что они против. На имя головы Кернесу Геннадию Адольфовичу города, на мое имя и ГАСК. Эти заявления были отнесены. Вот даты. Но собственники этих квартир, они решили действовать, как говорится, по волчьим законам жить. Без разрешения жильцов, без разрешения ОСМД, без каких-либо документов строительных, проектных. Без разрешения на то благоустройство города, есть такая организация. Без разрешения местных властей администрации, хотя они заявляли, что им администрация отдала разрешение. Но это только на словах, мы ничего подобного не видели. Они начали установку этого навеса. Соответственно, жильцы возмутились. Мы вызывали представителей из благоустройства города Харькова, чтобы они приехали. Они могли остановить установку эту. Вызывали полицию, причем несколько раз. Полиция, как они нам говорят, ничего сделать не можем, кроме как написать заявление. Мы пишем заявление и объяснение. Все остальное они делать не могут. Ни остановить ничего, ни наказать. Ну, наказать, понятно, суд, но хотя бы остановить этот беспредел. Мы задаемся вопросом. Почему такая ситуация у нас во дворе? И я так полагаю, что, возможно, и в городе, раз одни могут такое творить, а другим надо закон исполнять. Почему эти жильцы позволяют себе нарушать все законы Украины, не только в СМТ? Мы берем и благоустройство городов, и то, что вообще надо спрашивать мнения рядом соседей своих. И живут как будто бы совершенно безнаказанно, скажем так. И они не чувствуют, что кто-то их вообще может остановить. Они открытым текстом говорят, что за их спиной какие-то родственники известные, бывшие руководители города. Поэтому им все равно. Хотелось бы добавить, что в нашем же доме буквально несколько лет назад также поставили навес возле седьмого подъезда. Сейчас он в аварийном состоянии. И те люди, которые устанавливали, также без документов, без согласия жильцов, и не собираться ничего делать, не убирать, хотя мы им уже несколько раз предупредили, сказали. Сейчас идет холодное время, может выпасть снег, и может так статься, что снег упадет на этот навес, который еле держится, и может нанести большой вред и жизни, и имуществу людей. Так что пример у нас уже есть. Поэтому мы просим, чтобы приняли меры и к этому, и к тому навесу власти города, которые не бездействуют. Ну, именно те организации, которые бездействуют, и которые должны за это отвечать. Где-то неделю назад под окна нашего дома были заведены металлические конструкции, что нас достаточно сильно всех, ну, скажем, напугало, потому что мы не знали, что это такое. Мы вышли, начали спрашивать, для чего, почему, зачем, вызвали полицию. Оказалось, что это житель соседнего подъезда, номер 3, и житель подъезда номер 7, который находится на совсем другом конце нашего дома, решили построить навес для своих машин от так называемых падающих сосулек и камней. Ну, сосульки действительно иногда падают, но камни у нас не падали за все время еще ни разу. Мы сказали, что мы категорически против этого навеса, так как он закрывает жителям первого этажа свет, и в помещении очень будет сыро и темно. А также это очень легкий доступ к жильцам второго этажа в квартиры. У нас уже в нашем доме неоднократно были случаи кражи, которые были зафиксированы милицией, к сожалению. К сожалению, они были не пойманы или не расследованы, когда залазили по навесу, по вот таким вот крышам в квартиры этажей второго этажа и чуть выше. У нас есть пенсионеры, есть слепой человек, плохо ходящие люди, которые хотят иногда хотя бы подышать воздухом свежим. Они выходили и пытались стоять возле подъезда. Место у них забрали это, жители других подъезда ставят свои иномарки. Причем, к сожалению, получается так, что люди заводят себе по две, по три машины на семью, совершенно не думая о том, куда они ее будут ставить. И в связи со своим большим материальным положением и большой наглостью характера, они занимают чужие места и просто выгоняют их. И теперь нашим пенсионерам даже негде постоять, просто отдохнуть, подышать свежим воздухом. Несколько лет назад у нас уже было две ситуации пожароопасные, когда один раз у нас был взрыв на пятом этаже. Непонятный, и было очень сильное возгорание, и было возгорание на чердаке. Приезжали пожарные машины, они не могли никак подъехать и выставить свои лестницы, потому что в других местах дома везде был затруднен подъезд к самому дому из-за вот этих вот самовольных навесов. Сейчас подъехать к нашему дому, если не дай бог случится такая ситуация, а у нас очень старая электропроводка в доме, которая уже не раз тлела и загоралась, ну я не знаю, это будет очень затруднено все. Мало того, прямо над этим навесом проходит газовая труба. Если вы посмотрите чуть левее, у нас есть уже такой навес, он весь покореженный, потому что там падали сосульки на него, и эти сосульки прошлой зимой при падении отбивались от этого навеса и разбили нам трубу отопления. Был огромный прорыв. Они отлетали во все стороны от навеса и били трубы. Также была повреждена еще и газовая труба. Кроме того, были повреждены окна первого и второго этажа, именно из-за того, что амортизация сосулек об этот навес. Мы боимся, что здесь будет то же самое, потому что, если вы посмотрите, газовая труба проходит очень близко от этого навеса. Мало того, еще и проводит труба тепловых сетей, которую нам обещали замотать для утепления дома. И теперь доступ для того, чтобы провести на ней изоляцию, будет очень сильно затруднен. Хозяин стройки вел себя очень нагло. Он говорил всем, кто приезжал, и полицейским, и нам, жителям, что вот я тесть младшего Добкина, и мне можно все. Вы здесь никто, и если кого-то не устраивает то, как я живу, вы можете отсюда переезжать. Он чувствовал себя абсолютным хозяином жизни и спрашивал, какие вам нужны документы разрешительные, я все принесу завтра. Откуда вы хотите? Вот скажите, я вам все принесу. Мы ему сказали, на данный момент покажите хотя бы, что у вас есть, какие-то разрешительные документы. Покажите нам техническую документацию на этот навес, что она сделана по правилам, ее конструкция рассчитана, что она не упадет никому на голову и не завалится на проходящих людей. Но нам только смеялись в лицо, и ничего конкретного больше не было.